Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слово говорит нам, что Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. Поэтому, слушая сегодня учение Слова, вы принимаете дела Иисуса, потому что это то, чем Он занимался. Так часто люди ценят что-то зрелищное. Но знайте, принимая учение Слова и применяя его, вы обеспечите себе лучшую жизнь. Пожалуйста, возьмите блокнот, Библию, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. Но главное, будьте полны ожидания. Ожидайте чего-то сегодня. Откройте со мной, пожалуйста, семнадцатую главу Иоанна. Я хочу прочитать восьмой стих. Вся семнадцатая глава Иоанна – это молитва Иисуса. И если вы хотите знать, как звучали молитвы Иисуса, прочитайте эту главу, всю главу. Я же хочу акцентировать лишь одно утверждение в восьмом стихе. Иоанна семнадцать восемь. Посреди своей молитвы Иисус говорит Отцу. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли». Сегодня я хочу начать с этого утверждения. Посмотрите, что сказал Иисус. Он сказал, «Отец, я дал им, тем людям, которые готовы были принять и прислушаться, людям, которые пришли с ожиданием, я дал им что-то, я дал им слова». Многие могут подумать, «Ну, слова – это пустяк». Вам нужно понять, что Бог все совершает словами. Так был создан этот мир, эта вселенная, словами. Люди недооценивают слова и то, что они могут совершить. Если бы мы на самом деле понимали ценность слов, то, прочитав, что Иисус дал им слова, мы бы пришли в восторг, а не относились к этому без особых ожиданий. Божьи слова способны творить. Бог сказал, «Да будет свет». И землю, и все, что Он сотворил за шесть дней творения, Он сотворил словами, творческими словами. Слова способны творить. И Иисус не сказал, «Я тут же сделал учеников миллионерами». Он не сказал, «Я дал им преуспевающий бизнес». Он сказал, «Я дал им слова». Потому что абсолютно каждой сферой жизни можно управлять словами. Все, что необходимо изменить в любой сфере жизни, можно изменить при помощи слов. Нам важно понять, какое значение и ценность Слово Божье придает словам. Потому что иногда люди совершенно небрежно и легкомысленно относятся к словам и к тому, что они совершают. Однако слова созидают и разрушают. Слова способны творить. Слова так сильны и важны. Настолько, что, готовясь уходить с земли и завершить свое земное служение, Иисус сказал, «Я дал им слова». Он давал людям слова все три года своего земного служения. Он учил и проповедовал. Написано, что Он ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. То есть две трети того, что делал Иисус, было связано со словами. Хотя и исцеление тоже было связано со словами. Ведь Он говорил людям исцелиться. Он изгонял бесов из людей словами. Во всем, что Он совершил в Своем земном служении, участвовали слова. И вот, готовясь уходить с земли, Он сказал, «Я дал им слова». Нам так важно понять ценность и потенциал слов. Знаете, что еще сказано в Библии? Бог сказал, «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы исполнить его». Итак, Бог исполняет слова. Бог не исполняет чувства. Бог не исполняет эмоции. Аминь. Бог исполняет слова. И Он говорит, «Я бодрствую над Словом Моим, чтобы исполнить его». Итак, слова, приходящие от Бога, выводят его на арену. Они приводят его силу в движение. И я хотела бы, чтобы вы поняли, что слова – это контейнеры. Рассматривайте слова как контейнеры. Слова что-то содержат. В Слове Божьем пребывает Божье помазание. В самом Слове есть сила, чтобы исполнить все, о чем оно говорит. Например, когда в Филиппийцам 4, 19 Павел пишет, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом», в этих словах содержится обеспечение. «Бог мой восполнит». В Слове есть сила, чтобы исполнить то, что оно говорит. В самом Слове есть сила, чтобы исполнить все, что оно говорит. Когда оно говорит «Он взял на себя наши немощи и понес болезни», в этих словах есть сила, чтобы исцелить. Есть сила, чтобы исполнить то, что говорит каждое Слово Божье. Если мы научимся брать слова и применять их к нуждам, применять их к ситуациям, в словах достаточно силы и помазания, чтобы разобраться с этими нуждами. Но что-то требуется и от нас. Божьи слова содержат силу, содержат помазание, содержат способность, но нужно что-то и с нашей стороны. Нам нужно верой растворить эти слова. Слова не просто работают случайно. Они работают там, где их активирует вера. Помните, в послании евреям говорится о Божьем народе, избавленном из Египта. Бог сказал им, «У меня есть земля, текущая молоком и медом, земля изобилия для вас». Но они так в нее и не вошли. Первое поколение так в нее и не вошло. Почему? Они не поверили тому, что Он сказал. Они не поверили Его словам. Они осмотрели землю, увидели великанов, и, исходя из увиденного, решили, что Божьи слова бездейственны. Они увидели великанов в той земле и обесценили Слово Божье. Если бы они поступили по Божьему Слову, оно ввело бы их в ту землю. Им нужно было растворить эти слова верой. Не растворив слова верой, они блуждали 40 лет в пустыне и так и не вошли. Первое поколение так и не вошло в землю. Почему? Они не ценили Слово. Они не понимали, что если бы они поступили согласно тому, что сказал Бог, Божьи слова ввели бы их в эту обетованную землю и снарядили бы их для всего, с чем они могли там столкнуться. Они не действовали на основании Слова, потому что не верили в Него. Нужно растворить верой то, что говорит Бог, чтобы эти слова принесли вам пользу. В послании к евреям написано, что евреям, выведенным из Египта, не принесло пользы Слово слышанное. Почему? Оно не было растворено верой услышавших. Заметьте, Бог говорит Слово, но Он исполняет его, когда кто-то услышал и поверил в Него. Когда вы верите в то, что Бог говорит, то, что содержится в этих словах, начинает действовать. Бог исполняет эти слова. Так что важно, как мы подходим к Его словам. Нам нужно подходить к ним с верой. Аминь. Иисус сказал, «Я передал им слова, которые ты дал Мне». Помните, что Иисус сказал, «Я делаю только то, что я видел у Отца. Я говорю только то, что я слышал от Отца». То есть, земное служение Иисуса управлялось словами. Бог говорил ему что-то, и Он действовал на основании этих слов. Он не пытался исполнить Своё служение, придумывая собственные слова. Он исполнял то, для чего был рожден, на основании того, что Бог сказал ему. Библия – это то, что Бог говорит нам. Иисус действовал согласно словам, услышанным от Отца. И этими словами мертвые воскресали, хромые начинали ходить, прокаженные очищались, тела восстанавливались, части тела возвращались, просто потому что Иисус верил словам, которые Бог говорил и действовал на их основании. Аминь. Бог предлагает нам Свои слова. Но в них нужно верить. Нам нужно выбрать в них верить. Вера – это выбор, это не чувство. По невнимательности можно соскользнуть в плотской, земной настрой, желая почувствовать, что Бог двигается, почувствовать, что Бог услышал нас, почувствовать, что Бог что-то делает, вместо того, чтобы просто поверить в это, потому что Он так сказал. Он так сказал. Неважно, чувствую ли я это, вижу ли я это или нет. Он сказал, что бодрствует над Словом Своим, чтобы исполнить Его. Вопрос, верим ли мы в это. Веря в это, мы бы больше применяли слова к своим ситуациям, если бы мы по-настоящему в это верили. Видите ли, Бог исполняет не нашу нужду. Он исполняет обеспечение, помощь, ответ на нужду, когда мы применяем Его Слово к этой нужде. Помните, в Марка 11 Иисус и ученики шли в Иерусалим. По дороге Иисус проголодался и увидел смоковницу с листьями. Это, по сути, как объявление. Здесь есть смоквы. Но, подойдя, Иисус обнаружил лишь листья. Смокв не было. Дерево хвалилось несуществующими плодами. И Иисус продемонстрировал ученикам веру. Дал им пример того, как работает вера. Не обнаружив на смоковнице плодов, Он заговорил с ней. Он заговорил. Он не ждал, пока Бог ей что-то скажет. Он ей что-то сказал. Он сказал, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И, казалось бы, ничего не изменилось. Смоковница все так же стояла. Иисус продолжил свой путь в Иерусалим с учениками. На следующий день они возвращались из Иерусалима, и Петр сказал, «Посмотри, учитель, смоковница, которую ты проклял, засохла снизу доверху. Обычно деревья засыхают сверху вниз, но это дерево засохло снизу доверху, потому что слова Иисуса поразили его прямо в корень, но корни под землей, их не видно. Я уверена, что корни погибли, как только Он сказал. Но поскольку они были сокрыты, невозможно было увидеть, что слово уже сработало. Лишь на следующий день последствия смерти, поразившей корни, стали проявляться снаружи». Знайте, у вашего чуда всегда есть невидимая сторона и видимая сторона. Когда вы говорите Слово Божье, сила начинает действовать на невидимой стороне, точно так же, как с невидимыми корнями. Они там были, но их скрывала земля. Они находились под землей. Слова, произнесенные Иисусом, были живыми. Библия говорит, что Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча Баюдоострова. То есть, Слово Божье живое. Когда вы говорите слова, вышедшие из Божьих уст, они живы и полны силы, полны способности выполнить то, что они говорят. Слово Божье живо, но именно наша вера активирует его. Если вы говорите «Я не верю», кто-то может сколько угодно повторять вам Божьи слова днями напролет, но если вы говорите «Я в это не верю», для вас это не сработает. Божьи слова нужно встречать верой. Иисус сказал «Я дал им слова». И не просто случайные слова. Он сказал те слова, что ты дал мне, Отец, я передал им. А, вот почему мы можем творить дела, которые творил Иисус. Потому что у нас есть те же слова, что были у Него. Нам доступны точно те же слова, чтобы творить те же дела. Но верим ли мы в эти слова так, как верил Иисус? Аминь. Это такой важный стих. Вернемся к Иоанна 17, 8. «Я передал им слова». Какие? Слова, которые ты дал мне, Отец. Те же слова, которые совершили дела в моей жизни, я дал им. И эти слова совершат дела в их жизни. Если мы поверим, так? Итак, Он сказал, «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Посмотрите на следующую фразу. «И они приняли». Обратите внимание, недостаточно того, что Он дал слова. Нужно их принять. Как узнать, приняли ли мы их? Мы в них верим. Мы поступаем согласно словам, которые Он дал. Аминь. Знаете, все, что Бог нам дает, все, что Иисус нам дает, все, что у Духа Святого есть для нас, нам нужно принять. Бог ничего не станет нам навязывать. Чтобы что-либо принесло пользу, нужно это принять. И величайшую пользу эти слова могут принести в вашей умственной жизни. О, когда вы начнете мыслить в соответствии со Словом Божьим, оно начнет менять вашу умственную жизнь. Помните, что сказано в Исаии? Бог сказал, «Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Он не пытается показать нам, насколько низко мы находимся. Он говорит, «Я предлагаю вам нечто высшее. Я предлагаю вам нечто высшее». Итак, Он сказал, что Его мысли выше, а из-за того, что Его мысли выше, Его пути выше. И когда наши мысли поднимутся к Его мыслям, и наши пути поднимутся к Его путям, мы начнем в своей жизни испытывать то, что Он нам предлагает. Аминь. Бог дал Иисусу слова. И таким образом Иисус исполнил то, для чего был рожден. Он поверил этим словам, Он принял слова Своего Отца, Он поступал по этим словам, Он превратил эти слова в свой образ мыслей, в свое мышление. Вот что такое обновленный ум. Обновление ума – это когда вы берете Божьи мысли и делаете их своими. Заменяете неправильные мысли Божьими мыслями. Вот что такое обновление ума, о котором говорит Библия. Иисус это делал. И из-за того, что Он брал Божьи мысли, верил в них и поступал по ним, Он исполнил то, для чего был рожден. Нам всем нужно исполнить то, для чего мы рождены. Как? Верить в то, что говорит Бог. Принимать то, что Он говорит. Поступать согласно тому, что Он говорит. И таким образом мы исполним то, для чего рождены. Мы здесь не только для того, чтобы оплачивать счета, платить налоги. У нашей жизни есть Богом данное предназначение. И каждый из нас может Его исполнить, если мы будем принимать слова, которые Бог нам дает, верить в них и поступать по ним. Иисусу нужно было делать то же самое. Он принимал слова Своего Отца, верил в них, поступал по ним, и они руководили всем, что Он делал. Чтобы жить на земле, как на небесах, берите слова. Не просто любые слова, а те слова, что Иисус передал нам от Отца. Аминь. Наше дело принять их. И в какой мере мы примем эти слова, в такой мере наша жизнь будет благословенна. В такой мере мы будем переживать лучшее, что есть у Бога. В такой мере у нас будут ответы и чудеса. Если мы не принимаем слова, они ничего не могут для нас сделать. Если мы принимаем их немного, они могут сделать немного. Если мы много принимаем их, они многое могут сделать. Посмотрев на жизни разных верующих, может показаться, будто один человек более благословен, чем другой. Нет. Всем нам предложено то же самое. Просто некоторые приняли больше, чем другие. Некоторые поверили в эти слова больше, чем другие, и поступают по ним. Чем больше вы в них верите и действуете соответственно, тем больше они совершают в вашей жизни. Слово называет это принесением плода. Помните, что Иисус сказал в 15 главе Иоанна. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Не просто плод, много плода. Как принести много плода? Нужно иметь много веры в то, что Бог говорит. Нужно брать Его Слово и активно его принимать. Не просто «ну, я приму его, если мне понравится», или «если это будет удобно», или «если это не будет ничего от меня требовать». Нет, я хочу все, что Иисус предлагает. Послушайте, Он сказал, «Я передал им слова, которые Ты дал мне, Отец, и они приняли их». Наше дело совершить этот акт принятия. Как же совершить этот акт принятия? Иисус, я беру эти слова. Я беру эти слова. Я принимаю их в свою жизнь. Я принимаю их в свой дом. Я принимаю их в свой ум. Я принимаю их в свою повседневную жизнь. Я говорю, «Твои слова будут руководить мною». Не мои эмоции будут мною руководить. Твои слова будут руководить мною. Я буду поступать согласно тем словам, что Ты даешь. Как мы обращаемся со Словом, так мы обращаемся с Богом, потому что Бог и Его Слово одно. Аминь. Как вы обращаетесь с Его Словом, так вы обращаетесь с Богом. Если вы уделяете мало места Его Слову, вы уделяете мало места Богу. Если вы уделяете много места Божьему Слову в своей жизни, вы уделяете много места Богу. Аминь. Такова реальность. Помните, что сказал Иисус? «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Что такое Его заповеди? Его слова. Соблюдите Мои слова. Мы любим Его настолько, насколько мы Ему повинуемся. Думаю, мы все могли бы улучшить свое повиновение. И таким образом наша любовь возрастет. Наша любовь к Отцу возрастет. Аминь. Итак, Иисусу нужно было исполнить план Божий для Его жизни. Как Он это делал? При помощи слов. При помощи слов. Как вы исполните план Божий для вашей жизни? При помощи слов. Но вам нужно принять их. Вам нужно принять их. У Бога есть цель для вашей жизни. И Он также обеспечил вам наследство. Это наследство включает в себя здоровье, мир, полное обеспечение, радость, все благословения небес. Бог дал нам. Они нам принадлежат. Но как же нам войти в то, что нам принадлежит? Принять это. Принять это. Как исцелиться? Принять слова исцеления. Как процветать? Принять слова процветания. Как радоваться? Принять радостные слова. Как пребывать в мире? принять слова мира, невозможно принимать слова раздора и бунта и рассчитывать войти в мир. Каждое слово производит породу его. Если это слово раздора, у вас и будет раздор. Если это слово горечи, у вас и будет горечь. Если это слово непрощения, у вас и будет непрощение. Но если это слово любви, вы принимаете любовь, она и будет течь в вашей жизни. Осознаете вы это или нет? Все в вашей жизни совершается словами. До того, как мы родились свыше, родители совершенно справедливо учили нас. Дорогой, если едет машина, и ты видишь, что едет машина, не выходи на дорогу перед машиной. Так? Родители учили нас быть внимательными к тому, что мы видим. Потому что внимательность защищает. Так? Но если, начав жить с Богом, мы попытаемся тот же образ действий перенести в Божий поток, в Божью реальность, ничего не выйдет. Потому что родившимся свыше Бог говорит, «Представляете, вы не можете руководствоваться тем, что вы видите. Вы не можете жить видимым. Живите словами. Живите тем, что я говорю, и верьте этим словам». Послушайте, нам нужно руководствоваться видимым в том, что касается физического мира. Если едет машина, не выходите перед ней на дорогу. Это правильный подход к видимому миру. Но не пытайтесь совершать духовные вещи на основании физического мира. С духовным миром нужно обращаться духовно. А что управляет духовным миром? Слова. Слова. И говоря к смоковнице, Иисус использовал слова, чтобы разобраться с физическим миром. Но это был духовный поток, выходивший из его духа. Слова веры, выходившие из его духа, меняли физический мир. Они изменили это дерево. И дерево умерло, потому что не производило то, о чем заявляло. Сказав дереву слова, Иисус не остался ждать, говоря, «Надеюсь, сработает. Давайте посмотрим, сработало ли». Он не смотрел и не ждал, сработает ли. Он продолжил путь. Он просто продолжил идти. Почему? Потому что он оставил с деревом свои слова. Слова работали над деревом. Почему? Потому что слова – это контейнеры. Они содержат то, о чем говорят. Чтобы исполнить то, что вы послали их сделать. И Бог это исполнит. Мы можем применять слова к нашим ситуациям. И нам не нужно стоять и говорить, «Сработало? Сработало?» И продолжать смотреть на свою ситуацию. Нет, мы сказали слова, и мы смотрим на слова, которые мы сказали. Они работают сейчас. Почему? Потому что слова живые. Они живы, они полны силы, они полны способностей исполнить то, что они говорят. Нам нужно лишь применять слова к своей нужде. Если это финансовая нужда, примените к ней слова. «Бог мой восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом». И не продолжайте стоять и смотреть на эту проблему. Не говорите о ней. Не сосредотачивайте свое внимание на неоплаченных счетах. Идите и позвольте словам работать. И уходя, скажите, «Отец, я благодарю тебя, что слова работают над этой нуждой. Мои слова, пришедшие из твоих уст, работают над этой нуждой». Если вы при финансовой нужде говорите, «Нам вечно не хватает денег», это и будет работать над вашей нуждой. Все, что вы говорите, работает над вашей ситуацией. И если вы говорите Божьи слова, их исполняет Бог. Но если вы говорите слова сомнения, слова страха, слова неверия, Бог не может их исполнить. Кто их исполняет? Враг. Он позаботится, чтобы ваши слова сомнения исполнились. Он позаботится, чтобы ваши слова страха исполнились. Применяйте Божьи слова к своей нужде и идите дальше. Просто продолжайте жить. Продолжайте жить. Не останавливайтесь и не спрашивайте, «Сработало?» Просто продолжайте жить и позвольте слову работать. Точно так же с вашим телом. Если что-то идет не так в вашем теле, примените к нему слово. Скажите, «Ранами его я исцелился». Так что я пойду и продолжу жить, позволяя слову работать надо мной. Отец, я благодарю Тебя, что слово работает в моем теле. Я благодарю Тебя, что оно работает. Аминь. Вот что такое обновленное мышление, обновленный ум. Слова исполнят волю Божью, если в них верить. Божьи слова необходимо растворить верой. И тогда эти слова принесут пользу и умножение в нашу жизнь. Аминь. Ведь написано, не принесло им пользы слово «слышанное, не растворенное верой». Но и обратное верно. Тем, кто растворяет слово верой, оно приносит пользу. Аминь. Слово приносит нам пользу. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.